Чай, крокодил? Do you drink? Тут такое часто. 5.28, я встал рано. Я поспал около 5 часов. У меня нет Бадуна. У меня нет его. С утра проехать через пустой центр до пробок в 7.20, это одно удовольствие. Потрясающе. Я у тебя под окнами вот иду к дымофону. Ты же думал не приеду? Стас лег в 5, а я в 5 встал. Как будто пухал. А вот если бы я пил вчера, я бы не приехал сейчас. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня у нас в эфире очень интересный гость, зарубежный исполнитель. Здравствуйте, уважаемый. Hello. My name is Michael. I'm from UK. Maybe you say, I don't know. And I'm singer, the famous group, the Jackson 5. Do you drink? No. Короче, Дима сегодня приехал и не подготовил вопросы. А я хотел рассказать о многом. Дмитрий, ну и последний вопрос. Вот они бухнули накануне, да, они вот утром встают, там, походят, в душ пару раз сходят, кофейка навернут, чайку, потом еще кофейка, водички попьют. И потом едут по делам. Если дел нету, то пойдут погуляют, может быть, в спортзал в сауну сходят. Как выходили мы из абстинентного синдрома. Мы вставали, нам плохо. Мы что делали? Пили. День после Бухалова потерян. А у меня был период, это, конечно, компромат вообще жесткий. Ну, отчего, господи. По мне, типа, не видно, что я пил когда-то. Был период, я жил в шушарах. Мужики, выходной. Ты там тоже жил? А мы бухали. И тогда я был женат первый раз. И моя жена Валентина, к которой я хорошо отношусь, у нас хорошие отношения до сих пор, она была с Краснодара, и нам постоянно высылали бутылочки с наливкой, вином домашним, помнишь, да? Да. Я же актер, у нас по понедельникам выходные. После выходных, когда мы немножко пригубили в понедельник, моя жена уходила на работу, у меня выходной, я лез в холодильник, доставал домашний коньячок, и с утра уже как бы правильно, там, какую-нибудь горячую закусочку, стопочку, коньячку, все начиналось очень чинно, благородно. И был период, я помню, что я играл в Покер Старс на компьютере. Вот, и я вот целый день Покер Старс, коньячок, закусочка. Мы уходим на рекламную паузу. Как тебе? Нормально. На Авито купил? Да нет, давно здесь стоял. Общественный крокодил. Я говорю, крокодила я купил на Авито. Крокодила. Дима, ты не покупал этого крокодила, это общественный крокодил. Я его на Авито вчера купил, он сюда приполз своими ногами. Где? Да. Без алкашки совсем. Из катушек съехал. Кукушку поправь свою. Вот так отличается сознание трезвого человека от сознания пьяного. Мир один, но взгляды разные. И крокодила у всех разные. Не пейте. Про настойки одну интересную историю хочу рассказать. Про наливки. Мы когда снимали замечательный фильм «Лиля», кадр которого вы сейчас видите на экране, Одна из локаций, это была квартира. Предоставил квартиру для съемок Станислав. В этот момент он был в отпуске. Я знал, что дома могут находиться наливки, настойки, ликеры, коньяки. И я видел сразу, когда зашли туда, это было 4 или 3 утра. Мы съемку закончили. И я беру эту канистру, наливаю в рюмку. Там что-то было белое. Я был уверен, что это водка. Подготовил там какое-то молоко. Я выпиваю эти 50 грамм залпом, а это был, видимо, медицинский спирт, который нам тоже высылали для целей протирания ран или каких-то приборов высокоточных, которых у нас было до хрена. Микроскопы. Но я блеванул. Я сразу понял, что это что-то не то, и мне было плохо. Бухаете вы часто? Нет. Я первый раз в жизни выпил. Я помню это как сейчас. Была деревня, был очень жаркий день, я был маленький. И у нас так заведено, что в деревне, ну, все друг другу доверяли. У нас всегда открытые у всех дома были свободно. То есть можно было в любой дом практически зайти. Было жарко, и я шел мимо дома тети Вали, соседки, и очень пить захотелось. То есть можно было в любой дом зайти. Я захожу в этот дом. Ее не было, она была, видимо, в огороде. Я смотрю, стоит на буфете стакан уже с водой. Половина стакана обычного. Я подбегаю маленький и залпом вот просто выпиваю это. И понимаю, что мне дышать. Я не могу дышать, у меня перехватило все. У меня не то, что вот рассказ там обожгло. Когда, знаете, спирт выпивают, обжигают все внутри. У меня просто, я перестал все чувствовать, я не мог вздохнуть. Я выбежал из дома и побежал к себе домой. Там стояли огромные ведра с водой, с колодца. Я просто начал воду пить и взял, я помню, банку варенья, по-моему, литровую. Я половину банки варенья просто съел. Никаких воспоминаний о том, что я там захмелел, пьяный стал, упал, там еще что-то не было. Я, по-моему, даже не запьянел. И это я отчетливо помню. Вот такая была ситуация. Кончаем съемку, господа! Два года назад, в этот день, может быть, даже в это самое время, у нас была репетиция. Мы придумывали самый крутой детский спектакль всех времен. Колобок румяный бок. И будет такая вставка. Но он не пошел. Мы в этот день выпивали. У каждого уважающего себя 33-летнего мужчины в России должен быть свой канал. Есть ссылочка, которой можно поделиться? Конечно, канал, да. Вот если бы ты сейчас попал не по теме из 95-го в 2017-й, ты бы офигел. Ну, не в свое тело, не от тела офигел, а просто... О-о-а-а-а!